доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале эрзон game сегодня решил поиграть в понравившуюся мне игру snow runner на данный момент мы находимся на карте таймер российская федерация и я взял одно из заданий которые есть на этой карте в общем-то выполняя это задание наверное хотелось бы поговорить вообще принципе об этой игре и вообще как-то пообщаться что ли итак нам нужно забрать степ 310 е вот здесь он находится но это наш отечественный зил 130 я так понимаю он так зашифрован здесь и отвести нам надо его на станцию техобслуживания которая находится вот здесь ну это просто азс в общем-то ехать не так далеко хотя вот про расстояние то на этих картах и вообще в этой игре хотелось бы конечно поговорить так ну а нахожусь я сейчас вот здесь преодолеть придется вот такое вот расстояние и не знаю я в каком состоянии находится тот зил но вот здесь стоит сервисный прицеп в общем-то на обратном пути можно будет заскочить и попробовать его починить хотя не знаю насколько это вообще нужно потому что по заданию нам надо его просто доставить вот сюда в общем то ну а поедем мы вот на таком вот камазики это азов ну а словом азов в этой игре зашифрованные автомобили камаз но надо сказать что вот такого камаза в природе я не видел честно говоря он достаточно низкий но очень очень проходимый поэтому я как-то остановился на нем вообще в этой игре все камазы давайте его кстати заведем так вот в этой игре все камазы очень экономные в отличии от остального транспорта который есть в этой игре есть неплохой транспорт но вот почему-то именно камазы очень экономные то есть вот этот камаз сейчас он видно что он есть где-то примерно там 6 7 8 литров хотя остальные остальной транспорт пожирает и и до 20 литров что конечно же не очень и это хорошо кстати тут есть заданица но наверное сейчас я его брать не буду ну и выдвигаемся по направлению к тому сломанному зилу в общем-то который нам надо просто дотащить потому что бывает заданием в которых надо не только дотащить а его еще починить на месте заправить и после этого только дотащить наверное уже знаете что вышло обновление 1.0 ну или патч номер 10 как он там обозначен который добавил еще одну карту юкон и ряд техники и вот на самом деле почему-то мне вот это обновление совсем не зашло а не зашло мне это обновление по той простой причине что карты в этой игре становится все больше и больше то есть размер карт просто какой-то гигантский становится и вот хорошо ли это ну вот на мой взгляд не особо у меня конечно тоже есть и уже кольский полуостров и вот этот новый добавленные последнем обновлении юкон но я еще даже не добрался до кольского полуострова мне хватает и таймыра и уже даже зайдя вот на таймыр я понял что ну разработчики по моему чего-то не догоняют но это опять же таки мое мнение и мне просто кажется что большие расстояния в этой игре ну это в общем то не то чего хотелось бы увидеть вот этой игры очень ожидаешь потому что вот я столкнулся с тем что огромные перегоны это не очень хорошо так как скорости ну вот сейчас например мы видим какая скоростью у грозовиков в этой игре да и в принципе как бы не расстояние здесь самое главное но разработчики начинают гнать карты то есть если брать первоначальные карты тот же мичиган и уже вот новые карты таймыр кольский полуостров ну это уже жесть конечно даже вот зайдя на эту карту я столкнулся с тем что здесь задания связаны с просто переездами через три карты тут есть такие задания где вам надо поехать загрузиться грузишься на одной карте вторую карту проезжаешь вообще просто так как бы поражняком и на третьей карте ты выгружаешь этот груз это занимает ну просто огромное время огромное время ну и естественно что зайдя на новые карты посмотрев на их размер я охренел вот как бы настроение сразу же падает потому что ну я же понимаю что но я проведу на этой карте наверное часов 20 блин если не больше в принципе геймплей то никаким образом не меняется это все та же самая езда по бездорожью только она все время затягивается и затягивается я начал приходить к такому мнению что в общем то я для себя решила что вот расстояние которые были на карте мичиган то есть первые карты вот эти мичиган там сметвиловская дамба вот это самое оптимальное расстояние и самой оптимальной карты для данной игры и мне даже кажется что разработчики вводя вот эти вот карты огромных размеров юкон таймыр кольский полуостров они сами поняли что ну величина карты мы это перебор и придумали такую фишку ввели что теперь можно там разбирать здание и брать оттуда ресурсы это наверное для того чтобы не перегонять машины через вот эти вот огромные расстояния а расстояние то действительно теперь здоровенные не знаю может быть в следующей серии я зайду на эти новые карты а вот мы кстати уже и приехали и посмотрим на те расстояния которые там теперь есть я уже поездил посмотрел и но я не в восторге а тем временем мы уже добрались до нашего зила но он в общем то в приличном состоянии не разбитый на колесах я так понимаю нам надо его просто прицепить ну и тащить в сторону азс ну или как она здесь называется станция техобслуживания ну и про сам зил чтобы хотелось сказать есть узнаваемость особенно задняя часть кабины то есть вот где сиденья двери она действительно очень похожа на зиловскую а вот морду почему-то перестарались какая-то очень опухшая морда и крылья крылья тоже не похожи на зиловские хотя конечно узнаваемости есть в одной из своих серий по этой игре я говорил что в общем то это происходит из-за того что разработчики игры перестраховываются ну и это связано в общем то с лицензированием и с авторскими правами отсюда в общем то и название вот этих наших автомобилей какие-то непонятные ну и отсюда естественный внешний вид изменение внешнего вида до того состояния когда он в общем то в принципе узнаваемый но с другой стороны нельзя сказать что этого точно зил в общем то изменений много ну и вот в общем то нам теперь надо проделать вот такой вот маршрут до станции техобслуживания ну или тут написано что это азс и вообще бы конечно надо было бы ехать сюда без прицепа но так как в этой игре нету возможности прицепы каким-то образом эвакуировать поэтому мне придется с ним таскаться вот это кстати еще одно из того о чем бы хотелось поговорить не знаю будет ли когда-нибудь в дальнейшем как-то решен вопрос с прицепами но мне вот не нравится то что машина эвакуировать можно а прицепы в общем то они как вот мертвым грузом к тебе привязаны и ничего с этим не сделать один из способов игры чтобы было проще чтобы не перегонять просто так машина через вот эти огромные карты они все больше и больше становится это ездить на одиночке не на сидельном тягаче вот как мы сейчас едем а на одиночке вот как зил который мы сейчас сзади тащим но тогда придется на каждое задание ездить по несколько раз потому что естественно одиночка он берет очень мало но зато его после каждого заезда можно эвакуировать в гараж чего не скажешь о сидельнике потому что прицеп не эвакуируется ну и вот в свете того что разработчики сделали огромные карты и видимо но это я просто предполагаю видимо они поняли что ну такие карты это слишком долго играть они придумали такую тему что теперь на новых картах можно разбирать объекты то есть если например у меня есть задание по которому мне надо привести там например две стопки кирпичей то я могу не ехать через всю карту на другую локацию где этот кирпич есть а подъехать какого-нибудь зданию разобрать его и из этого здания которое я разберу вывалятся так называемые ресурсы так они здесь теперь называются но каждое здание можно разбирать естественно один раз то есть если я разобрал и у меня вывалились кирпичи то второй раз я это здание уже конечно же разобрать не смогу это вот таким вот образом я так понимаю что разработчики делают упрощение чтобы не приходилось гонять по таким здоровенным картам туда-обратно из-за каких-то там вот кирпичей естественно что здание такие подобные строения там мы посмотрим как-нибудь в следующей серии может быть разные из некоторых выпадают кирпичи из некоторых выпадают ну как выпадают там написано в общем то что у них есть какие ресурсы доски кирпичи там вот такое подобное ну и вообще вот если говорить о размере карт карты становится действительно с каждым обновлением все больше и больше я вот например только-только вот ну не только только в общем то будет какое-то время еще играю на таймыре и пока я вот шел до таймыра и играю сейчас на таймыре уже пришло два обновления с кольским полуостровом было обновление которое скинуло мне все сохранения вот уже пришло обновление с карты yukon и каким-то рядом машин кстати машинки мне не понравились которые были добавлены это какой-то грузовик на базе пазика нашего и какой-то там еще вилочный погрузчик ну я уже даже не смотрел не тестил это все будет впереди не хочу забегать так сказать бежать вперед паровоза ну и я вот для себя понял что наверное я больше обновляться не буду потому что но игра становится рутиной не добавляется ничего нового и интересного в плане механик игровых а только увеличиваются размеры карт что ну на мой взгляд ну не самое хорошее решение но это мое мнение поэтому как бы я уверен что многим нравится вот эти огромные расстояния если у кого-то есть много времени то ну почему бы не поиграть я например ну не могу вот я уже сказал да что еще только дошел до таймыра а уж этого обновления пришли которые просто только еще посмотрел блин а я вот что-то заболтался и понял что я здесь не проеду надо было меньше болтать и смотреть на дорогу а дорогу пересекает огромный овраг по которому я может быть один ты пробрался бы а вот зелом то я здесь точно не проеду ну и соответственно придется разворачиваться и ехать другим путем потому что здесь мне просто не пролезть я пролезал здесь на другой машинке более проходимый этот камазик очень низкий но у хорошо лазит низкий но лазит хорошо но для него такие овраги это конечно смертеподобно ух ты чуть колесо не пробил ну будем пробовать двигаться по другому пути не знаю кстати что там ждет впереди может быть там мы тоже не проедем но пока вот я отметил себе направление в другую сторону так зил я зацепил и потихоньку пытаемся отсюда выезжать до сделал себя чувствует нормально так что двигаемся по этому направлению ну а если возвращаться вот к ранее сказанному то что но я не в восторге от того что карты становится все больше и больше то я просто поймал себя на том что я люблю эту игру она мне нравится но играть в нее мне приходится себя заставлять заходишь вроде как-то смотришь но хочется поиграть но как только смотришь задание вот я даже кстати заметьте для вот этого летсплея взял не контракт а просто блин я зацепился взял не контракт а простой задание обычное задание которые находятся на разных картах они более менее простые отцепим на время прицепчик вот без прицепа я бы конечно его уже давно доставил но вот нету никакой возможности здесь управлять прицепами к сожалению к сожалению а на самом деле хотелось бы потому что вот это вот езда с прицепом до места куда его можно сдать или до базы но это огромное расстояние теперь с новыми картами но и это много времени который ты убиваешь впустую вот те кто играет он понимает о чем я говорю потому что пробеги вот если я сейчас могу просто эвакуировать машину на другую локацию просто нажатием одной кнопки и как бы сократив себе время то с прицепом то так не получится мне либо его бросать здесь ну либо гнать его своим ходом вот таким вот образом я загнала зела в сосны но в принципе это не страшно сейчас мы его немножко толкнем назад потом немножко толкнем вперед и начнем движение дальше так что он здесь мешает какая-то вялая сосна его растолкаем здесь пробовал я уже ездить на этом зеле характеристики у него так себе я бы сказал но зил и в мод раннере кстати был так себе тоже такая начальная машинка мне очень интересная хреновенько ездящие в общем то таким зил остался и здесь вот что касаемо зила в реальности а я на нем ездил мне очень понравилась эта машина я вообще на самом деле как болезненно воспринял то что закрылся завод зил и не то чтобы я уж такой прямо патриот и мне вот жалко что закрылся завод зил просто завод зил действительно в истории россии сыграл но такую весомую роль ведь если бы не завод зил то может быть и камаз выглядел бы по-другому потому что разработки изначального камаза кстати первой камаза шли с логотипом зил и это в общем то полностью заслуга завода имени лихачёва а вот теперь камаз остался жить и на плаву а завода имени лихачёва нету а жаль жаль потому что на этом заводе были сделано очень много интересных разработок и разработки маза кстати говорят тоже были разработаны на и когда-то на зиле а вот теперь масс камаз живы а зила нету ну вот наконец я его оттуда вытащил и в общем то еще вина то завода зил только в том что он находится находился вернее на территории города москва и как азлк так и завод зил в общем то постигла одна и та же участь они находились на территории города москва а в москве с отредоточения всех денег и естественно всем насрать на былые заслуги этого завода на то какие разработки были сделаны на заводе зил как этот завод трудился после военные годы всем насрать деньги решают поэтому завода и не стало если газ и камаз находится в отдалении от москвы то их это те проблемы не затронула азила жалко конечно завод хороший и много разработок и наработок было сделано именно на этом заводе оттуда и вышли такие машины как камаз но теперь камаз жив а зила нету а жаль жаль действительно жаль свое время мне удалось поездить на зиле мне очень понравилось если выбирал выбирать вернее ставить какие-то параллели между газом и зилом те зил 130 и газ например 53 ну я бы отдал предпочтение зилу гораздо приятнее машина тем более что на газоне тогда на том газоне на 53 опять я застрял да что ж такое то не было даже синхронизации переключения коробки передач поэтому приходилось отжимать два раза сцепление очень неудачно такая машина на мой взгляд газон неудобное в управлении нету гидроусилителя зил по сравнению с газонным был вообще такой практически легковая машина так мне опять его надо оттуда выковыривать пришлось опять отцепиться это вот кстати то проблему то который я говорил ну проблема лично для меня что никак не решается вопрос с прицепами в этой игре машину я могу эвакуировать прицеп нет поэтому мне приходится с ним таскаться с этим прицепом хотя если бы я ехал на одиночке я бы это взяла уже на минут двадцать назад доставил но если бы я отцепил прицеп мне бы пришлось потом тратить время чтобы за ним возвращаться ну или бросить его здесь навсегда и каким-то образом перекинуть машину на базу перекинуть машину на базу и уже на базе взять новый прицеп но таким образом у меня вся карта будет усеяна прицепами то есть с этим прицепом придется таскаться все равно в любом случае поэтому сейчас я не стала его бросать а вот с ним таскаюсь а было бы здорово если бы разработчики ввели возможность не только машину эвакуировать а еще и прицеп который прицеплен к машине тоже эвакуировался бы на базу это было бы гораздо интересней ну а так вот приходится с ними нянчиться с этими прицепами таскаться с ними везде такое себе вот я не знаю вообще и как я уже сказал что мне не нравится направление в котором взяли взялись разработчики это вот увеличение расстояние увеличение карт так оставим его вот здесь вот и сейчас прицепим к нашему прицепам хотя нет можно протащить немножко подальше как раз выровняется прицеп да вот еще я вот это уже в какой-то из своих серий говорил да что у моделей которые находятся на карте нету веса пока ты его не зацепишь за кран или за машину и вот сейчас вот как раз видите я здоровенную шаланду более но я ее еще и перевернул ну вот то есть веса нету этого у этой модели почему вот разработчики это как-то но никаким образом не фиксят не делают это очень печально из-за того что вот нету веса у этих моделей пока они не зацеплены то есть я сейчас если взяла вот так задницей камазом даму нас хочет вообще как пустая коробка из подобные не это почему-то никаким образом не фиксится и вот пожалуйста я задел слегка огроменную шаланду которая на самом деле в реальности весит но я не знаю на тонны 3 сама по себе она отскочила вот и перевернулась да и в общем то если говорить в целом зацепила кстати говоря эту шаланду на помочился немножко за кадром если в целом говорить то ну хотелось бы чтобы разработчики больше уделяли внимание к оптимизации игрового процесса не оптимизации игры с оптимизации игры то все в порядке а вот оптимизация игрового процесса на мой взгляд немножко страдает и на это все вот из-за того что физика не самое лучшее так скажем наверное вот те кто играет в эту игру наверное знают что иногда машина ведет себя но абсолютно непредсказуемо бывает что прыгает как мячик очень часто багается кстати у меня был тут буквально на днях бак интересно я заехал на заправку естественно нажал букву c когда заезжаешь там на триггер надо нажать букву c а меня не заправила а перекинул на другую карту то есть игра баганулась и не поняла что надо делать но надо сказать что такой бак у меня был всего один раз и это было вот я только зашел в игру буквально там но пять минут у меня машина стояла недалеко от заправки я естественно первым делом поехал на заправку нажал c и меня пошла анимация что я поехал на другую часть острова было обидно потому что надо было оттуда потом возвращаться на эту заправку смешной такой баг на самом деле но и в целом что хотелось бы сказать что ну над физикой надо поработать потому что действительно вот проезжая мимо машины до слегка ее задела и она полетела потому что нету веса но не прописан вес вообще абсолютно машине и вот и мы уже кстати добрались насколько я понимаю мне надо суда его довести да так автомобиль отремонтирован но это мой автомобиль отремонтирован а надо наверно сюда затащить зила наверное посмотрим ну и остались последние метры до точки куда надо доставить эту машинку правда не знаю он сейчас достанется мне что ли нет не достанется он мне обнаружен новый прицеп задание выполнено и как только выполнил это задание выкинулась сразу же следующее связано опять с грузовиком который надо починить честно говоря что-то уже не особо хочется лучше посмотрим на одну из интересных машин которые пришли вот с последним обновлением это я действительно не видел такой машины так сказать в природе вот такой вот автомобиль здесь он называется бандит это какой-то вездеход на базе пазика то есть это вот обычный пазик кусок вернее пазика кабина пазика и пол салона от пазика который мы можем увидеть в роли маршрутного такси наверно в любом городе ездят такие вот маршрутки внутри очень похоже кстати да вот видите сиденья такие же как вот в маршрутках в пазиках ну естественно двигатель стоит на этом месте как положено но есть схожесть разве что рычаг переключения передачи странно выведен но и вот эмблемка естественно у пазика это не так выглядит там какой-то тюльпанчик а здесь вот такой вот бандит нарисован ну и называется машина бандит в принципе выполнено прикольно честно скажу в жизни такого не видел погуглил да действительно такая машинка существует есть не знаю что на какой базе стоит эта машина но выглядит она действительно так вот кусок пазика стоит на такой вот раме что за машина не знаю в природе не встречал не видел но действительно такая существует ну вот так вот он выглядит колесики я естественно него уже поставил потому что ну колеса у меня все открыты поэтому как она ездит по карте мне понравилось не особо но это наверное даже зависит не от самой модели этой машины вернее которые существуют в реальности а все вот к тому как прописана физика у поведения автомобилей в этой игре вот эта машина мне не понравилась совсем она как баскетбольный мячик прыгает как сумасшедшая и в общем то такая но неприятно вот если честно я поиграл попробовал на ней что-то повозить очень неприятно на себя ведет эта машинка слишком мягкая какая-то прыгучая несмотря вот на это количество мостов а это все ведущие мосты он видит там сколько этих карданов накручено во все стороны идут карданы раздатки детализация у машины прикольно вообще хрененно сделал вообще во всей игре надо сказать что к детализации подошли вообще очень хорошо а вот физика поведение этой машины мне вообще не понравилось очень часто она переворачивается очень часто прыгает как как его стал как баскетбольный мячик я пробовал его использовать как сидельный тягач но это геморрой вообще полный не понравилось мне эта машинка вообще ну никак по проходимости вот такая она себе вроде как лазит а вроде как и не особо хорошо лазит не знаю максимальные колеса на ней уже стоят и максимальный мотор а все равно какая-то вот она очень слабенькая получилось не знаю но и вот не нравится мне что она очень прыгучая управление от первого лица это вообще какая-то катастрофа я не знаю мне не нравится вот здесь есть камаз вот видеть как их шарабошит во все стороны есть камазик который в общем-то везде лазит и там ну управление от первого лица очень приятно машину так не колбасит как вот это вот а вот играя вот здесь вот на этом пазике но я понял что очень быстро устают глаза от того что очень прыгучая машина сделала такая вот видите я даже иногда вижу свои плечи с каким-то дырами в общем не очень она удачная вот иногда проскакивает это левое плечо и правое плечо сквозь них можно будет видеть даже что-то потому что настолько расколбашивает эту машинку я вообще очень люблю играть от первого лица то есть как бы не знаю вот опять ведь такие баги ну то есть голова даже проваливается в тело от того как вот опять видите что творится ну как неудачная машина вообще неудачный тут то ли и и не доделали не знаю но она очень неудачно очень тряская так я вот начал о том что я вообще люблю играть от первого лица и будучи водителем естественно я не видел никогда как я еду от третьего лица поэтому мне почему-то интереснее играть всегда от первого и вот для видео когда я снимаю видео в этой игре я естественно переключаюсь между разными видимо это просто для картинки потому что как бы армия поклонников подобного жанра она делится на людей которым нравится смотреть от третьего лица кому-то нравится от первого лица наверное 50 на 50 я бы так сказал поэтому и я в своих видео стараюсь делать и от первого лица и от третьего лица вот опять его как шкандебай не нравится эта машина вообще не нравится как сделана физика у этой машины вот что мне так сказал прорисовка мне нравится вот физиком поведение машины вообще отвратительно. Так вот, когда я играю не для записи, я практически не выхожу из кабины. Я всегда играю от первого лица. Паркуюсь, веду машину, изредка покидаю это положение. Ну, потому что это опять-таки связано с игровыми механиками. Не все можно сделать здесь от первого лица. Так, например, иногда вот в этих вот кустах стоят пни, которые от первого лица просто не видно. Ну и еще тут в этой игре сделано очень мутное стекло. Не знаю, зачем так сделали. Мне не нравится вот эта грязь. Да, это реалистично. Вот следы от дворников, грязь на стекле. Но как игровой момент, я считаю, что это лишнее. Не надо такую грязь оставлять, потому что и так-то видимость в игре из-за этого какого-то тумана, она хреновая. Да еще и вот эта грязь на стеклах, она тоже как-то, ну, убивает картинку. Я бы так сказал. Вот видите, да, вот когда на солнце выезжаем, но видимость теряется. Ну, а зачем? Это дань реализму, но совершенно здесь не нужная. Это, ну, лишнее. На мой взгляд, это лишнее. Ну, а так как почистить стекло я не могу, мне приходится вот играть с таким видом, с таким стеклом грязным. А вот играть от первого лица вот в этой машине мне совсем не нравится. Мне нравится Камазик. Здесь вот есть Камаз, вот там от первого лица я просто, ну, получаю удовольствие. А здесь вот, ну, очень быстро устают глаза. Тряска вот эта постоянная, ну, жесть, конечно. Еще одну машину добавили, но я пока еще не заходил на карту, ее надо найти на карте. Она так просто не открывается. Она где-то на карте спрятана, ее надо найти. Это вилочный погрузчик фронтальный. Может быть, в следующей серии мы на него и посмотрим. И вот тут уже, кстати, видите, есть на капоте наклейка. МЧС. Это я ее уже наклеил. Вот такие наклеечки добавили. Давайте посмотрим, какие есть наклейки. Ну вот, если кто помнит, то раньше были вот такие вот игральные карты. Можно было вешать, ну, всех мастей, да? Бубны, червы, пики. Ну, а теперь добавили еще вот такой вот хлобуды. И я не могу сказать, что это лишнее. Нет, это здорово, красиво, интересно. Это должно быть. Это прикольно. Но это не самое главное. Далее наклейки. Ну, наклейок, по-моему, не добавили, насколько я понимаю, да. Наклеек нет. Но теперь есть наружные наклейки. Вот. Теперь это выглядит вот так. Ну, и можете себе сюда, на машины, клеить вот такие вот наклеечки. Где-то клеится на капот, где-то клеится на двери. В общем, на всех машинах по-разному клеится. Такие вот наклеечки. Тоже прикольно, да. Прикольно. Есть и, как бы, наши, вот, например, да, МЧС. Вот такой отсыл российский. Ну, и не забыли, так понимаю, все. Не обидели никого. Вот есть и американские какие-то стилистики, и наша стилистика. В общем, прикольно. Это сделано прикольно. Есть даже вот такой вот советский чертик. Такое, наверное, сейчас уже вряд ли где-то увидим. А вот, так сказать, в мою юность это было очень популярно. Делались такие чертики из капельниц. Раскрашивались йодом, зеленкой. В общем, такие вот чертики пружинистые. Ну и, естественно, вот кости. В общем, ну, добавлено прикольно. Но вот жаль, что как-то все на это было направлено. А вот к физике машин было достаточно мало внимания. Ну, и вот давайте посмотрим на новую карту Yukon. Я на нее уже зашел, попытался что-то пооткрывать. Но здесь действительно огромные гигантские размеры и очень сложная местность. Очень сложная. Тут, ну, как бы, если по часам говорить, то, ну, наверное, здесь, я не знаю, часов, наверное, на 20 геймплея. И вот новые добавления в этой игре. Как видите, вот зона добычи. Бытовка номер два. Ну, к сожалению, здесь не написано, что мы можем здесь добыть. Не знаю, если я открою, будет здесь написано или нет. Не знаю. Ну, вот еще одна зона. Видите, здесь можно добыть кирпич. Подъезжаем сюда, рушим вот это вот строение и оттуда можно будет добыть кирпич. Это сделано для того, чтобы вам не пришлось нестись на другую карту, получать там кирпич на какой-то строительной базе и потом ехать сюда. Это я так понимаю, что разработчики уже сами понимают, что, ну, перестарались они с размерами. Ну, это на мой взгляд. Я не знаю. У всех, наверное, будет свое мнение. Но я считаю, что, ну, слишком огромные размеры для этой игры, это, ну, не в пользу. Потому что, действительно, игра превращается в рутину. Очень тяжело себя заставить. А ты прекрасно понимаешь, что выполнить какой-то контракт на этой карте, это, ну, там, часа четыре, часов пять, может быть, даже. У кого как это получится. Все играют по-разному. У всех разное время. Поэтому, вот, ну, на мой взгляд, все-таки такие вот огромные размеры карт. А это еще не самая большая. Там есть еще и больше карт. Кольский полуостров, наверное, я поездил. Там еще есть военные базы, которые огорожены противотанковыми ежами. Просто так не проедешь. Это надо делать кругом. Кругом объезжать. В общем, жесть, конечно, полная. Ну, и вот, видимо, разработчики сами поняли, что, ну, как-то надо оптимизировать игровой процесс для игроков. И вот придумали такую фишку, что теперь не обязательно ехать на базу. Если где-то рядом есть какое-то здание, которое вы можете разобрать, то вот, ну, надо, естественно, подъезжать на машине с краном. Потому что все это, то, что вы разберете, будет в виде палетов. И погрузить придется самостоятельно. Вот опять, видите, кирпич тут нарисован. Здесь почему-то не нарисовано. Просто написано, что кирпич. Вот такие вот здания можно рушить. Я еще не рушил, честно говоря. Может быть, в следующей серии, если доберусь до сюда, то посмотрим, как это выглядит. Но я еще вот только заехал, что-то подчертыхался, поплевался. Вот, кстати, место, где я плюнул и вышел отсюда. Слишком это долго и муторно. А эту карту надо открывать. То есть, по ней надо лазить, открывать, искать улучшения и тому подобное. А вот, ну, как я уже говорил неоднократно, ну, приходится уже теперь себя заставлять. Хочется поиграть, мне игра нравится. Но как только я захожу, я понимаю, что я взял задание и я сейчас провожу здесь часа четыре. А у меня нет четырех часов. Ой, ну, тяжело, конечно, тяжело. И мне кажется, что не стоит разработчикам прямо делать такие огромные карты, такие сложные. Ну, это мое мнение. Поэтому бог его знает. У каждого, наверное, по-своему будет это. Так, это что такое у нас? Бетонно-смесительный завод. Вот еще и завод есть. Теперь почему-то по-другому как-то он отображен. Не видел такого значка еще. Ну и, в общем-то, вот такой вот у меня небольшой летсплей. Хотя, может, и большой. Не знаю, сколько по времени выйдет на видео. Небольшой обзор, потому что, ну, все-таки мне показывать пока нечего. Я не зашел еще на те карты на новые. Не то, чтобы на ту, которую добавили в последнем обновлении. Я еще и предпоследнее-то не зашел. Потому что действительно, ну, очень много приходится ездить, ездить, ездить. А это не всегда хорошо. Постараюсь сейчас побыстрее закончить на этой локации со всеми контрактами, чтобы перебраться уже дальше на Кольский полуостров. И, наверное, в следующий раз уже поиграем на Кольском полуострове. Так, зацепила свой родной прицеп. Ну и ладненько. Поеду я выполнять следующие контракты. Их у меня осталось всего два. Но два очень длинных. Опять надо перегоняться через несколько карт, чтобы загрузиться. И в следующий раз, наверное, увидимся где-нибудь уже в районе Имандры. А на этом у меня все. Спасибо, что заглянули и посмотрели. Увидимся в следующей серии. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok